Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Я вас всех люблю, особенно тех, кто мне даёт тепло, позитив, спасибо, слова благодарности. Девочки, я принимаю все ваши слова благодарности и также вам тоже хочу спешить, спешу, и хочу и спешу сказать, что я вас всех люблю, просто люблю, потому что вы моя интернет-семья и ещё просто семья. И, конечно же, вот сейчас я буду отвечать, не то что отвечать, я буду болтать. Вот мне говорят, вы много болтаете, конечно, конечно, я много болтаю, я для этого сюда пришла, чтобы поболтать. Итак, давайте болтать. Но поскольку это интернет-семья в эфире, поэтому я озвучивать буду сегодня вас. Под каким видео сегодня мы с вами будем разговаривать? Мы будем разговаривать под двумя видео. Первое видео, что сегодня на антивирусный обед от 20 ноября. И второе видео, это про ту няню. Там есть очень интересный комментарий, поэтому я обязательно про него вам напишу. Теперь, девчоночки, кто говорит мне спасибо и слова благодарности, я вас обожаю, люблю, и поэтому я вам всегда посылаю сразу сердечки. Вы их получаете? Напишите мне там сердечки. Это новая функция Ютуба. Для нас это такая прелесть. Нажал и всё. И это уже понятно, что я вас люблю. Вот, это такие ответы у меня, где сердечки я поняла и я вас люблю. А девчонкам, которые вопросы задают, такие серьёзные вопросы на тему веры, моей веры, на тему их веры, на тему их проблем, вот тут я написала, это будут ещё сейчас впереди видео, и я обязательно вам отвечу. Теперь просто, девчонки, вот пишут Anonymous, my name. Можно имя написать, всё будет хорошо, потому что я люблю с именами. Вот вы пишете, вы большая умничка, я сегодня обязательно приготовлю такой супчик. Катя, вы даёте такой позитив, и настроение поднимается. Вот ради этого я здесь ставлю вам сердечко. Ради этого я здесь. Вы знаете, вот я получила ваш комментарий. У меня вот так вот дух наполнился, и я понимаю, вот жалко, что я по имени не могу к вам обратиться, и помолиться я за вас не могу по имени. Ну что же это такое написано? Anonymous, my name. Ну и как? Вот как? Я же хотела бы благословить, не могу. Нет, я могу, я благословляю этого человека, кто это написал. Дай Бог ему здоровья. Дай Боженька ему всего самого хорошего, всего того, что он сам себе желает. Но я не вижу имени, я хотела бы назвать по имени и послать в Господу Богу ваше имя. Дальше идёт Ира. Ирочка. Я тоже такие супчики варю, только никогда мясо с картошкой не соединяю. Давайте, девчонки, я, наверное, надену, может быть, очки. Нет, давайте так. Никогда не соединяю. А я соединяю. Сыр никогда не добавляю. Спасибо. Попробую обязательно. Сыром очень вкусно, это раз. А во-вторых, девочки, я это делаю насыщенно более. Я сама картошку не ем, практически не ем. Я её уже заменила почти полностью на топинамбур. Привыкала долго, но заменила. А моим мальчикам нужно иногда картошку. Там для мужчин иногда надо, но немного надо. И вот я туда добавляю. Дальше идёт Натальюшка аккаунт. Она мне всегда пишет, всегда меня поддержит. Да ещё вчера жарила рыбку и пюрешка. Была готова, забылась. Наташенька рыбку жарила и пюрешка. Умничка. Теперь, когда у меня, девочки, видео такое, что сегодня на обед, это значит, я очень хочу заглянуть в вашу кастрюльку. Я хочу посмотреть, а что у вас сегодня на обед. Потому что, ну знаете, как вот женщины есть женщины. Женщины любят общаться. Я хочу посмотреть, что у вас. Вы знаете, заглянув кое-кому в кастрюльку, например, к Зубайте, я просто-просто-просто облизнулась. Сейчас вы послушаете. Дальше. Зубайда пишет. Вот, смотрите, что она мне пишет. Она мне пишет. Я готовила штрули на обед. Штрули. А я не знаю, что такое штрули. И я спрашиваю её, а что это? И она пишет. Послушайте внимательно, что Зубайда готовила. Это вообще интересно. Вот послушайте. Это мясное блюдо. Послойно ставится в кастрюлю. Смотрите, как мясо, картошечка, морковь, лучок и тонко раскатанное тесто, смазанное внутри маслом. Кто каким хочет, сворачиваем в рулет, режем на дольки и тушим на медленном огне до готовности. Всё. Вот это называется, ещё бы посмотреть, да? Это называется штрули. Вот такое интересное название у такого блюда, которое я никогда раньше не слышала о нём. А теперь стоит попробовать. И я попробую. Она, причём-то так просто она это объяснила. Дальше мне пишет Риэл Лена, реальная Лена. Она мне пишет, у меня тоже куриный суп. Леночка, молодец. И ответственность за здоровье семьи я на себя всегда чувствую. Это не просто процесс, это наука. И от неё многое зависит. Браво, Катя, обнимаю тебя виртуально, к сожалению. Но ничего, у нас всё впереди ещё. Дальше пишет Лизочка. Спасибо, Катюша. Катя, молодец. Унечка Лиза, вам тоже спасибо. Вы меня всегда поддерживаете. И во всех отношениях. Светлана пишет, Владимировна. Да, Катерина, я поняла. Я тоже варю рисовый суп на бульоне. Но я перестала варить супы с картошкой. Молодец, Унечка. Картошку не нужно. Чем реже, тем лучше. Но я сейчас добавляю, для мальчиков добавляю. Для себя вообще картошку исключила. А здесь, так, к месту цветная капуста. Да ещё из неё сделать пюре, да. Это как раз для меня просто супер. Да, кстати, вот такое вот суп-пюре они съедают на раз. А если я им просто там цветную капусту побросаю, они начинают дурака валять, знаете, то вытаскивать, то... А тут у меня и лук варёный в пюре. И он так сделан в моём блендере, что вообще вы даже не заметите, не заметите, как... что вы съели. Дальше. Катюша, спасибо, завтра приготовлю. Очень уж аппетитно выглядит. У меня был борщик. Это у Наташи Макаренко был борщик. На следующей неделе у меня будет борщик. Дальше. Светлана Владимировна. Благодарю за вкусный рецепт. Овощной суп в сварю. Обязательно по вашему рецепту. Это был не овощной. Я ей написала домашней курочке. Дальше. У меня на обед была цветная капуста с яичницей. Светлана Владимировна написала. Олечка Филенко. Катюша от одного вида такого супчика становится здоровее и сильнее. Да, Олешка. Значит, что ещё здесь у меня написано? Вот. Оля пишет. Пока стоят морозы, мы с мужем налепили домашних пельменей. Очень-очень вкусных. Но не очень полезных. Но на обед мы ещё добавили к ним квашеную капусту с луком и льняным маслом. Но это другой разговор. Получился наполовину полезный обед. Но пельмени иногда так хочется. Но если хорошее мясо, почему полезное? Это же отварное мясо. Просто что, конечно, мука не очень. Но отварное это мясо. Это нормальный бульончик. Так, дальше. Дальше Дарья Берная. А у нас Уха. Умничка, Дарюшка. Но она забыла сначала написать, из какой рыбки. А меня всегда интересует всё. И потом она дописала. Я её спросила. Она написала морской окунь. Классная рыбка. Морской окунь именно. Речной тоже я не люблю. Я люблю морскую рыбу. Морская рыбка это то, что надо. Дальше Марина Хаскина. Маришечка. Там она новую фотку свою сделала. Дочечка, наверное, такие они красавицы. В платьичках. Посмотрите. Маришеньке, привет. Всегда меня тоже поддерживают. В тыкву с рисом я добавила куркуму. Молодец. Это она до этого делала тыкву с рисом. Сейчас она туда добавила. Доедаю вчерашнее, пишет. Но уже, наверное, доела. Пока моё видео это выйдет. Дальше Александра Степановна пишет. Катюша, здравствуйте. Ну, я ей там ответила. Она говорит, что я не всем отвечаю. Иногда, Александра Степановна, иногда у меня пролетает что-то. Где-то как-то, Александра, бывает такое. Потому что идёт, 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 идёт поток. А потом всё равно я догоняю это. Где-то лайки ставлю. Где-то сердечки вам отправляю. Я всё равно это всё перечитываю, прочитываю. Никогда ни один комментарий у меня не ушёл. Просто так. Единственное, что плохие комментарии с плохими словами я уже забила к себе. Там есть такая функция. Слова, которые мне не нравятся, я их написала. И по этим словам идёт выбор. Выборочный. То есть эти комментарии ко мне автоматически не доходят. Поэтому они удаляются автоматом. Но это уже не я, это уже там компьютер делает. Поэтому программа делает. Поэтому так. Вот где были, если вдруг какие-то неправильные слова, так посчитала программа, то они уходят. И всё. Некоторые люди, которые забиты там у меня со своими никами, они тоже у меня уходят автоматически, чтобы, ну, просто время на них зря не тратить. Оно такое драгоценное. А вот потом пишет уже Александра Степановна, что только увидела. Так. Ну, это были комментарии. По-моему, всё, да. Это комментарии под, что сегодня на антивирусный обед. Девочки, вы, пожалуйста, пишите всегда, а что у вас. Вот посмотрите, как мало девчонок готовят. Да я посчитала, что всё. Остальные не готовили. Остальные дома сидели просто так. И всё. Дальше у меня я открываю видео. Няня, убийца и кольцо в ящике. На ваш суд я отправила свой рассказ, который рассказала мне одна девушка. А я, моя приятельница, а я воспользовалась её рассказом, она об этом знает, и написала рассказ из её жизни. Просто я его так оформила, скажем так, в рамку. Оформила и на ваш суд вам отправила. Как раз эта тема та, как вот в этом году няня убила ребёнка четырёхлетнего и подожгла квартиру. Вот няню наняли. И на эту тему мы начали дискуссию внизу. Да, кстати, кто говорит, там вы много говорите или ещё что-то, я сюда в YouTube выхожу, чтобы говорить. Я не могу говорить мало, потому что у меня, слава тебе, Господи, подписчики есть. И есть люди, которые постоянно меня смотрят, и с которыми мне хочется вступать в дискуссию и слышать их мнение, которое они оставляют внизу. Вот смотрите, например. Сразу, конечно, комментарий не выходит, потому что я же вам говорю, я подключила такую программу, что у меня идёт на одобрение, а часть вообще улетают. Улетают именно те, которые имеют плохие слова. Итак, Зубайточка Алмаз пишет, вот и я всегда поражаюсь, как такие люди идут в няне, то убийца, в учителей, в медицину, в органы, как их берут, как они устраиваются. Зубайта по блату устраивается, устраивается через знакомых, через это, не проверяют их психическое состояние. Вот недавно показала видео одно, Мариша тоже одна, блогер, которую я тоже очень люблю смотреть, хорошая девочка, и там у неё видео про учительницу, которая в Италии орала, как сумасшедшая на детей, а её снимали скрытой камерой, и била их, даже ударила их, то ли книгой, то ли чем, как вот у нас учителя. Оказывается, в Италии тоже такие есть. И её вызвали, для них, для итальянцев это был шок, у нас это в каждой школе нормально, а для итальянцев это шок. И они такой скандал подняли по этому поводу. Все СМИ об этом стали говорить, они сделали шоу, они вызвали её на это шок-шоу, они начали с ней беседу проводить, они, в общем, её отстранили от работы. Не знаю, не помню насколько, но отстранили, вот так. А у нас, да, у нас вы никак не узнаете, шизофреник он очень хорошо скрывает, но вот весной, как раз это произошло, в случае с убийством ребёнка 4-летнего, весной, в марте, то тогда как раз у них происходит вот это, как бы у них происходит весной и осенью, у них происходит такая высший пик ихней психической деятельности, они прогрессируют, именно идёт сильный прогресс в этот период времени, а так они вроде как нормальные, в этот момент их нужно подлечивать, а видите, она больной человек, а её никто не подлечивал, и вот у неё был как раз срыв в этот момент. Это страшное дело, конечно, сейчас никто не держит в больницах никого, просто так. Поэтому, ну, поэтому так и всё и происходит, за всех надо платить, медицина вся практически платная, взяточная, поэтому в основном больные люди гуляют по улице, нанимаются на работу под видом, они как лисы проникают в дом, а дальше уже держитесь. Так, дальше. Катюша, Олечка пишет, Филенко, моя красавица, Катюша, вы написали прекрасный рассказ, жалко, что такой грустный, чтобы было о чём задуматься. Это же из жизни, Оленька, это из жизни. Марина Хаскина пишет, вот она, Маришечка. Катюша, рассказ оставляет задуматься, что нельзя покупаться на пирожки. Это уж точно, именно на пирожки. Надо быть вдительным. Многие семьи нанимают няню, устанавливают видеонаблюдение, а вы, Катюша, талантливище с любовью, моя красавица. Я окупаюсь в ваших очень талантливых, умных, самое главное, проницательных комментариях. Такие комментарии классные. Вот. Вам люблю. Сердечки послала. Всё. Дальше. Наталья ДМ. Наталья ДМ. Может быть, Наталья Дмитриевна. А может быть, Наталья Дмитриева. Ну, в общем, ещё Наташа. У меня несколько Наташеник, и вот одна из них Наталья ДМ. Добрый вечер. Очень впечатлил ваш рассказ. Когда я лежала на сохранении в родоме, я познакомилась с женщиной. Слушаем. Которая долгое время работала няней. Так вот, она рассказывала. Работала она у богатых людей. А последняя работа перед декретом была у людей очень и очень богатых. Она по образованию воспитатель детсада. Нужно было иметь обязательно рекомендацию, которые проверялись. Каждые полгода она проходила полный медосмотр с кучей всевозможных анализов. Обследование оплачивал работодатель в указанном ими медучреждении. Даже зубы, кожа, ногти полностью должны были быть здоровыми. Работала она по строго разработанному режиму и распорядку дня. Она должна была быть очень чистоплотной, аккуратной, до педантизма, имела один выходной в неделю, а все остальное время жила, занималась только ребенком. Даже по телефону разговаривала в строго определенное время. Такая работа была хорошо и хорошо оплачивалась. Проработала год и больше не захотела продлевать контракт. Было тяжело. Я спросила, привязывалась ли она к детям. Она ответила, что старалась сделать свою работу максимально хорошо и выполнять все условия контракта. А любить чужого ребенка она не обязывалась. Вот такое знакомство с няней было у меня. Вот, видите как. Вот Наталья интересную, какую историю написала. Ведь и хорошую зарплату платили девушки и все, но условия видно ее так в жестких рукавицах. Ну а что же вы хотели, девочки? За хорошую оплату надо хорошо работать. А как вы думаете? Везде так за границей. Надо пахать. Надо похочешь зарабатывать, паши, любить, пишет. Вот мне не понравилось вот это вот, что любить чужого ребенка она не обязывалась. Я вам скажу, девчонки, что любую работу нужно любить. Если вы пошли на это с ребенком, то ребенку нужно отдавать часть себя. Любить. Ко всему подходить с любовью. И вот тогда бы ей бы не пришлось увольняться, научиться любить чужого ребенка. Так, надо уметь любить. Все равно. Дальше. Хороший очень рассказ, Наташенька. Очень хороший. Видите? И будем знать. Вот это, а кстати, вот это правильно. Подход родителей к этой няне очень правильный. Смотрите, и ногти, и руки, и зубы, зубы, состояние зубов, потому что, ну вдруг она к нему там что-то, знаете, как бывает, все бывает. И все анализы она прошла, абсолютно точно, потому что там должен быть и на сифилис, и на туберкулез, и на все-все-все такие заболевания, которые могут передаться ребенку. А спид, он, я посмотрела, девочки, что творится сейчас в Екатеринбурге, именно вот город Екатеринбург. Ой, там сейчас спид бушует, просто спид бушует. Это что-то страшное творится, куда власти смотрят. Я не знаю, бедный Екатеринбург, ведь люди ходят, и они не знают, что вокруг них такой процент огромный спидовых больных. Это говорит о том, что там наркомания, наркомания, и никто ничего не делает. Бедный Екатеринбург, бедные жители Екатеринбурга, я не знаю где, но именно Екатеринбург сейчас вышел везде, вот я посмотрела, там это кошмар, даже мы молились за тех людей, которые страдают этим, нету, чтобы они не заражали других, чтобы это остановить как-то, и вы молитесь за своих, особенно девчонки, которые из России у меня, молитесь за Екатеринбург, потому что там эпидемия страшная, сегодня там, завтра у вас появится, потому что они все равно попрут оттуда дальше. Так, дальше пошли. Очень актуальная тема, спасибо, это Ирина Панова. Да, Ириша, еще Ириша написала, очень хочется доверять людям, рассказ встряхнет многих, особо доверчивых, еще раз большое спасибо. Да, вы знаете, мы иногда расслабляемся, но, Ирочка, вот я вам скажу, что с молитвой, с верой, все возможно, у нас в церкви все можно найти и всех можно найти, и няни у нас есть в церкви, у нас в церкви есть и парикмахеры, и по уходу за, ну, косметологи, и все, кто хотите, у нас в церкви есть, мы как-то сплачены, у нас есть врачи, у нас есть педагоги, и вот благодаря тому, что наша церковь, как муравейник живой, и мы все общаемся, и мы все друг друга благословляем, то у нас, слава Богу, все отлично, всех можно найти, кому нужно. Дальше, послушав с интересом, мне понравился ваш рассказ. Вообще, любая церковь, это должно быть, должна быть община, община, прежде всего община, вот и все, вот мы этой общиной живем, и нас много, нас очень много, живем вот этой общиной, вот, в городе очень много нас, поэтому нам хорошо, мне кто-то писал, что у вас такой мирок, маленький, вы в своем мире, нет, нас даже больше, чем сейчас этих, неверующих, сейчас почти каждый верующий, даже если вы думаете, многие, что вы, допустим, недостойны, как нет, вы верующие, вы достойны, и вы, раз на этом канале, уже все, вас повернуло, вас повернуло на 180 градусов. Дальше, Александра Раковская пишет, послушала с интересом, мне понравился ваш рассказ, большое спасибо, выдает вам сердечко, спасибо. Дальше, Наталья Килева, добрый день, какой страшный рассказ, слушала и радовалась, что могу сидеть, со своими внуками, да, вот Наталья, вот Наталья, поэтому, я и написала, чтобы люди знали, и бабушки тоже знали, что они благословляют, сейчас своих внуков, и не только внуков, они еще благословляют своих детей, то есть, они не зря живут, они благословляют, вот это и есть благословение, вы, Наташенька, благословляете своих детей, своих внуков, на данный момент, потому что каждый день, вы что-то должны, спрашивать, что я сегодня, кого я сегодня смогу благословить, кому чего доброго, я могу подарить сегодня, дальше, теперь Натали, аккаунт, Наташа, это значит Натали, моя Натали, это я переименовала ее, у нее ник, Наталия аккаунт, Наталия это счет, или может быть она бухгалтер, Наталия аккаунт, а я сказала, Натали, моя Натали, вот так я назвала ее канал, у меня есть Наталия Гилева, у меня есть Наталия ДМ, у меня есть Наталия, Натали, моя Натали, ой, Катюша, какие еще скрытые таланты, Настоящий рассказ получился. Так, там у меня ещё стих, ещё один есть, ещё одно стихотворение. Уже я его почти всё изорвала, но вам не прочитала. Но прочитаю. Какие ещё скрытые таланты? Господь Бог вообще меня наградил столько, Он столько талантов дал мне. Он мне массу дал талантов. И дальше продолжает раскрывать, Наташенька. Я каждый раз что-то о себе новое узнаю. Что то меня тянет туда, то сюда. Кстати, вот я сейчас вернусь к плетению лозы. И также доведу до супер-пупер-результата. Вот увидите, увидите. Сейчас у меня такая идея к Новому году. Кое-что из лозы сделать. Я вот буду показывать. Дай Бог Господь даст время. Настоящий рассказ получился. Если бы не печальная история из жизни, это из жизни, поэтому и печально. Но слушать очень интересно. Можно было там, конечно, в конце придумать. Может, я ещё подумаю и в конце придумаю, но он уже напечатан. Я уже отдала в местную газету на печать. Поэтому там у меня знакомая работает. Она взяла с руками нагарм и говорит, пиши всё, что ты хочешь. Всё. Три копейки, тоже деньги. И так, очень интересно. В отношении няни полностью согласна. Как по мне, так уж лучше детсад, чем непроверенные люди. Очень-очень нужно подумать, прежде чем оставить своего ребёночка. Абсолютно с вами согласна. Девчонки, пишите свои истории. Пишите. Всё мне интересно. Всё безумно интересно. Потому что, вы знаете, все истории из жизни, все чужие истории, я всё использую в своих рассказах, в своих книжках. Потому что... Ну иначе никак. Мы берём всё из жизни. А иначе неинтересно. Из пальцев высасывать неинтересно. Только из жизни. Я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok